Опа, всем привет, с вами снова Лёха, и короче, ребят, такая тема. У меня все соцсети, Инстаграм, ТикТок, ВК, абсолютно всё, заполнено тем, что люди рисуют на стекле. Они покупают рамки и просто рисуют на вот этом вот стекле, которое находится в рамке. Ну и естественно, я же всё-таки блогер, поэтому сегодня мы будем впервые рисовать на стекле. Погнали, я расскажу вам, что надо делать. Такс, ну что, для начала нам нужно достать наше стекло из рамки. Делайте это аккуратно, потому что они обрабатывают их так себе и можно порезаться. Дальше мы рисуем картинку, либо просто на бумаге, либо как я нарисовал этого этажа на айпаде, то есть диджитале. Поверх кладём стекло и начинаем тоненькой кистью или тонким маркером делать контур на нашем стекле. Сразу вам скажу, ребят, используйте баночный или акрил из тюбиков, потому что маркерный акрил, ну, такое себе на стекле. В дальнейшем вы поймёте, почему я так говорю. Вся сложность подобной работы заключается в том, что ты по факту рисуешь как бы стандартную для себя работу, но немного инверсированную. Потому что тут тебе нужно делать все этапы покраса работы в обратную сторону. То есть сначала контур, дальше блики, дальше тени, дальше основной прокрас, что просто максимально сложно и максимально непонятно в первый раз, рисуя подобные штуки на стёклах. И плюс ещё стекло имеет как бы плотность, и когда ты смотришь на него и рисуешь по нему, у тебя как бы картинка немного съезжает, и ты вообще ничего не понимаешь. Ну а теперь, почему не стоило использовать маркерный акрил? Вот именно поэтому маркерами поверх него рисовать нельзя, потому что нижний слой стирается, ибо этот акрил, ну, он просто не до стекла. Вот простынь для стекла. Глаза и кровь на этачу я решил делать тоже маркерным акрилом, о чём потом пожалел, потому что он просто просвечивал даже в три слоя. Пришлось искать банку красного акрила, всё это красить, всё это делать, но в принципе результат получился не такой уж и плохой, как я думал поначалу. Ещё один немаловажный минус подобных работ, это то, что они просто гигантское количество материалов жрут. Ребят, вот на вот эту маленькую штучку размером 10 на 15 я потратил материала примерно на два холста, что просто мега много. Потому что сюда нужно класть акрил просто гигантским слоем, чтобы ничего не просвечивало и выглядело более-менее красиво. Также сложностью является то, что картинка как бы отзеркалена, потому что по факту изображение-то находится с другой стороны, и ты немного путаешься, где у тебя должны быть тени, где у тебя должны быть блики, и всё это просто перемешивается, и ты сидишь и думаешь, может быть я тупой или что-то просто по-другому, но нет. Поэтому приходится это делать по факту наугад. Ещё один немаловажный прикол, это то, что работа сделана на белом фоне, и то есть всё то, что ты прокрашиваешь, непонятно, просвечивает оно или нет. Поэтому тебе несколько раз приходится поднимать работу, чтобы на неё попал свет, и чтобы по ней увидеть, есть ли тут просвет, нет ли тут просвета, нужно ли тебе ещё 10 слоёв сюда забабахать, чтобы это выглядело хоть как-то нормально. Короче, подобная техника прикольная, но не для новичка, так скажу точно. Для меня, наверное, самой большой проблемой данной работы было то, что как раз-таки контуры, блики, что я делаю в самом финале работы, делаются с самого начала. Бумага, холст, картон, дерево, что угодно, прощают твои косяки с контурами, ты их всегда можешь в любой момент поправить. Но работа на стекле это лотерея, и если у тебя с первого раза не получился нормальный контур, то, поздравляю, в конце, по итогу у тебя получится непонятно что, и, в принципе, твоё время потеря. Просто будут потрачены чуть ли не в пустоту, и ты останешься со штукой, которая, в принципе, выглядит так, как ты её задумывал, но она не нравится самому тебе, что, в принципе, самое главное в работе художника. Плюс, что немаловажно, как мне кажется, во время работы, если ты случайно что-то уронишь на данную штуку, она может разбиться, и тут уже 100% все твои труды, всё твоё время будет немножечко слито куда-то подальше, потому что стекло ты уже никак не восстановишь. Я понимаю, исправить косяк на том же холсте, это можно перекрасить в любой момент, но если у тебя разбилась полностью стеклянная работа, то, поздравляю, беги за новым стеклом и делай всё заново. Также, ребят, если вы собрали делать что-то подобное, учтите мою главную ошибку. Я пытался закрашивать кистью, но тут немножко другая штука, тут нужно именно вбивать акрилом, как я делаю сейчас, чтобы не было разводов и не было проблесков. Да, вы в разы больше потратите материала, но это того стоит, поверьте. Вот эти все пробелы, это очень сложно контриться потом, ещё когда ты видишь, что уже всё готово. Но вот этот маленький пробел тебя просто максимально бесит и вымораживает, это просто нереальная штука. Но не скажу, что данная техника какая-то странная, несерьёзная и прочая. Я видел действительно большое количество работ, действительно годных, сделанных в такой технике на стекле, и они выглядели просто максимально круто. Я просто криворукий, я человек, привыкший к диджиталу, привыкший к написанию холстов, но не к стеклу. Но люди делают действительно годные вещи, которые очень клёво выглядят, но я им могу выразить только респект, потому что это действительно не так просто, как кажется на первый взгляд. Ну а по итогу этого ролика у меня получился вот такой вот в Саратове Тачи. Да, это выглядит просто ужасно, примерно как мои первые работы. Ну что я вам могу сказать, ребят? Получился ужас. Ну хотя в принципе с расстояния это выглядит не так плохо, как оно на самом деле. Что же, опыт прикольный, в принципе можно сделать что-то годное. Давайте так, 10к лайков, и я сделаю работу на стекле, но уже более качественную, более нормальную, и на большом стекле. А так, ребят, спасибо всем за просмотр, с вами был Лёха, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комменты, главное тыкайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие ролики. А я погнал, всем до следующего ролика! Субтитры сделал DimaTorzok